Спасибо девушка, счет принесите пожалуйста Как его зовут Ника? Чего ты стесняешься? Вон он какой, не стесняшка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ай-яй-яй! Ходи мне палец! Баба! Ты же как-то не влезла! Твоя сумка понравилась, покажи! Отлично! Отлично, баба! Привет, Аката! Привет! Привет! Пошли? Сегодня Аката пригласила нас погулять. Сказала, что хочет нас чем-то угостить. Нам очень интересно. Что будет? Что будет, да. Как дела твои? Как работа? Немножко занят. Много работы? Да, много. Много. Надо учить. Аката, смотрела выпуски? Это последние, которые мы снимали вместе? Смотрела, да. Смотрела? Да, смотрела. Получается, мы гуляли и кушали русскую еду. А, да-да-да. Ну и как тебе? Ну, очень смешно. Хорошо. Да, очень смешно. А комментарии читаешь, нет? Комментарии? Что пишут? Немножко читали. Немножко читали? Да, немножко читали. Ребята, в общем, всем привет. Аката у нас, вон, смотрите, ведет-ведет компасом. В общем, какое-то интересное место. Что-то это будет у нас ужин, да, какой-то интересный, да? Да, это гуандунская кухня. Гуандун? О-о-о, интересно. Ребята, еда, как вы любите? Вон моя гуандунская кухня. На самом деле, я очень любезна, что вы пока не попробовали вот эту кухню. Ну да, ну просто ты говоришь, мы будем пробовать утреннюю еду или как? Утренний чай. Утренний чай, да. Аката пишет, хотите попробовать утренний чай? А что такое утренний чай? Вообще понятия не имею. Мы думали, утренний чай на завтрак. Мы думали, это завтрак, может быть, какие-то булки или лапша, я не знаю. А это что-то другое подразумевается. В общем, посмотрим, поснимаем и, как обычно, что-нибудь интересненькое вам покажем. Аката, я, в общем, в комментариях прочитал, что мы неправильно подали тебе селедочку. Тебе же селедочка не понравилась, да? Вот. Говорят, селедочку нужно было подать с водочкой холодненькой. Селедочкой. Мне тоже сказали, что селедочка... Под водочку. Да, да. Селедочка под водочку. Грибочки под водочку. У меня будет вкусно. Да. Так что вот так вот. Извините, ребята, Агата не пьет. Мы как-то дали Агате... Ладно, не буду говорить. А я посмотрела видео и узнала, что Милини Поля уже была берегучком. Да, Полина у нас переводчица была недавно. Да, Поля, да и очень молодец. Молодец. Но она нормально же справилась, да? Нормально. Там, где мы выясняли, что у нас наш ребенок занимается... Сколько времени занимается наш ребенок? Вот. Учительница спрашивает 10 минут. А папа говорит, что один час занимается. А Полина говорит одну минуту. А она говорит, нет, так нельзя, говорит. Да? Переводчица. Один час, как сказать? Один час, и сяоу-ши. А? И сяо-ши. Ой, как сложно. Сяо-ши. Полина запомнила, как один час говорить. Мы пришли, посмотрите, здесь какое кафе. И судя по картинкам, там вот такие вот всякие пирожины. В общем, пойдем, поснимаем. Красиво так здесь выглядит все. здесь так встречает не а с этим как пижами здесь красиво посмотрите какая люстра красивая сейчас мы поймем с вами ребята любимую гонконгскую еду или нет ребят посмотрите как здесь все красиво украшено фонарики я поднял голову наверх и просто офигел посмотрите какой красивый потолок у них давай агата я выберу конечно спасибо она как агата горит вот это меню горит берите выбирайте что вам нравится а что мне нравится я вижу только лапы булка какая-то тофу и лапса и и вот еще и все больше ничего не понятно кайбудон давай мы как бы доверимся твоему вкусу ладно вот если мы пришли пробовать то ты нам должна прям провести такую экскурсию понимаешь то есть якобы нужно попробовать вот такое такое-то блюдо потому что ну его надо попробовать это примерно как у нас пельмени надо было попробовать надо селедку попробовать надо было надо поэтому давай мы тебе доверяем ребят нам малили вот чай вот такие штуковины такие чашечки маленькие давайте попробуем чай пахнет вкусно ваше здоровье ой как пахнет ребята черный чай вообще настоящее сколько не хочет а как пахнет а как тебе по вкусу чай такой вкусненький лучше чем мы заварим вот этот липтон в пакетиках да у нас перед едой надо положено мыть посуды это полуцкая кухня ребят смотрите вот так вот в общем вроде бы посуда чистая но положено еще раз помыть это все дело кипяточком вот так и смотрите полинка у нас пишет станции метро и цветочек услуги все помыта посуда отлично по-китайски это танцы потом покажи зелье яичного к соленым что похоже давай я на яйцо похоже что вкусно ну что это сладко до лет нет не сильно но я полю попробую поляши попробую ты положил на 3 а это ребята это тепло очень ребята похоже на омлет теплый омлет чуть-чуть сладенький мы такие кушали уже сверху такое желеобразное тесто а внутри крем со вкусом дуриана есть что сказать вкусно понятно дай сюда круче вкусно блин а так не интересно так непонятно вообще так ребята я пробую специалист за видео вот у него так вот завернута все это дело тесто такое желеобразное мы уже что-то похожее ели быстрее говорит попробуй папа как на мягко сильно такое мягкое сливочное чуть-чуть отдает дурианом ну да я видел десерт у нас принято в россии такой десерт запивать горячим чаем после какого-нибудь блюда там мясного допустим да то есть после основных каких-то блюд у нас принято это есть на десерт а почему мы сейчас кушаем сладкое понять могу ага почему мы сейчас кушаем сладкое нужно же сначала поесть основные блюда а потом сладко нет она она говорит я не знаю вот это мне кажется не сладко ребята как это выглядит вообще мы такой первый раз дакать будем все понеслась свое народ так вот макнул один край в арахисовый соус а второй край макнул соевый соус я умный я делаю правильно душа как внутри хрустящее тесто подождите ребят ребята как это вкусно я не понял что это такое сверху но это мне кажется тесто какое-то хрустящая корочка то ли блинчик или что это не знаю очень сильно хрустит и много-много креветок очень вкусно очень пишут это что такое это стенки желудка будешь это пробуй я боюсь вкусно это кто-то считает это вкусно нормально что же это мне кажется это желудок мне тоже кажется это желудок давай ешь мы же куриный желудок едим да вкусно пробы это жестко резиновое такое и горячее на что похоже на мясо ребят тарелочки пробуем лапочки горячее очень мягкие острые остренькие да я люблю лапы а ты когда-то любишь лапу не очень да агата говорит нужно попробовать раз агата сказала значит нужно попробовать в общем ребята это желудок говядины я много раз уже увидел в китае но никогда не думал что буду его пробовать вероника настояла говорит папа говорит попробуй за одно горит и заснимешь горит ты блогерша подрастающая ну а нам пробуем я думаю это откусить наверное невозможно будет целиком это делается за гублин я как не хочу а полюбушку это твой здоровья это желудок это желудок оно вкусно не воняет не воняет нормально как куриные желудочки меняется роман я вам покушу можно еще да неприятно хрустит так с края вот это мясо идет а здесь вот это стенки желудка все дело хрустит пахнет маленько ну отдаёт мясом маленькая острая приправа на любителя я не очень любитель такое хрустящего блюда оооо ребята вот такая вот пельмешка что внутри это будет сюрприз это будет сюрприз макать нужно да вот так вот нужно даже мммм горячее мммм ребята как вкусно я понял что гонконгская еда вся с креветкой там креветки были нет а агата любит креветки она заказала много блюд с креветкой очень вкусно каждый раз заказала в общем лежит сверху креветочка и внутри креветка все креветка вкусно-вкусно реально вкусно мне очень нравится такие пельмешки в общем пресненькие такие не тяжелые какие-то вкусные морепродуктов очень много таких пельмешек вкусно вот так это ребята вы креветка это реально вкусно вкусно это конечно так много сразу если это все дело в рот закидывать но это такое сочное а очень много креветок да реально вот это блюдо очень вкусно ребят я буду пробовать вот такую булочку вот так примерно выглядит это сладкая десертная булочка да это сладкое в общем здесь что-то похожее на желток сладкий да желток в общем да сладкий с сахаром вкусно мы такое уже ели утром утром да утром на завтрак такие булочки мы пробовали в местном кафе какая молодец помощница растет маме чай налила молодец привезли такой десертик смотрите на фоне желудка так красиво смотрится ну давай никуся пробуй холодная горячая соленая остро холодная горячая сладкая сладкая похож на мороженое но здесь видите это крем говори как называется по-китайски ты сам сейчас скажешь холодненькая фасоль какая-то пюре из фасоли да это какой-то пюре из фасоли фасоль как будто бы мякоть фасоли со сладким джемом котлетосики приехали котлетосики приехали я не люблю такие а не вкусно знаешь почему потому что они с кинзой господи я думала как прошу раз мы ребята в общем это зеленая это кинза дай мне я люблю на так ну что есть крахмала добавлено по моему много да может быть ааа вот видишь что это ааа вот ребята в общем вот эта штука это такой корень длинный из этого корня ты знаешь вкусно с кинзой да да но 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 много крахмала по моему спасибо девушка счет принесите пожалуйста ребят в общем ну смотрите кое-какие блюда понравились и мы попросили агату написать нам по китайски как эти блюда называются когда вы придете в данное кафе вы не сможете объяснить как это блюдо называется но мы вам рекомендуем допустим кое-какие блюда попробовать вот но я в общем агата нам напишет по китайски название блюда и я оставлю название блюда в описании придете в кафе покажите название блюда и вам скажет есть нету такое блюдо ребята красином кашу традиционное блюдо кантонской кухни с кинзой как я люблю давайте давайте будем пробовать каша ребята нормально после лапы нужно софт после склада вначале были сладости сейчас каша нормально пахнет морепродуктом отлично должно быть вкусно по вкусу как разваренный рис с мясом с морепродуктом ребята уже наели может быть еще по блюду по одному заказу агата очень все понравилось все было интересно про каждая будет и нам рассказывала как из чего она состоит как его кушать интересно было и вкусно она такая оказывается и да нравится она где-то встречалась уже помнишь мы ездили в шинжей нас партнеру угощали с креветками очень много блюд нас угощали короче нам очень понравилось но есть некоторые блюда там допустим с кинзой который я допустим не очень вот это мне кстати не зашло почему-то заказала почему-то его заказать ты хотела надо было как селёдку за селёдку же нам сделает приветствуется так что правильно сделала все ребята пойдем рассчитываться посмотрим сколько будет наша наш стол ребята на ели мы все это дело на 370 и они я хочу сказать что не дешево но мы очень много заказали поэтому видимо так много вышло все ребятам на этом мы хотим завершить наше видео спасибо за приглашение вечер очень понравилось все ребята если вам понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал всем пока